Добрый день! Рада приветствовать вас на обзоре системы мониторинга инженерных конструкций на базе технологий промышленного интернета вещей. Сегодня мы подробно остановимся на системе мониторинга крена зданий и сооружений с беспроводным интерфейсом связи по протоколам OR-1. Последние годы данная технология стала развиваться достаточно стремительно и на то есть понятные причины. В общем технологии IOT и в частности LoRaWAN обладают рядом преимуществ. Низкие затраты на монтажные работы по сравнению с кабельными сетями, дальность передачи сигнала на несколько десятков километров, низкая энергия потребления соответственно возможности автономной работы от одной батарейки до нескольких лет, легкое масштабирование системы при необходимости, а также высокий уровень защиты передаваемых данных. Все перечисленные факторы позволяют разворачивать систему мониторинга в самых отдаленных и труднодоступных регионах нашей страны. Топология системы мониторинга на LoRaWAN состоит из четырех уровней. Первый уровень – конечное устройство, различные датчики, которые устанавливаются на объекте мониторинга. Это могут быть инклинометры, тензометры, термокосы, термогигрометры и прочие. В нашем конкретном случае используются инклинометры, позволяющие оценивать уровень угла наклона в двухосном направлении. Отдельно следует отметить, что большинство уже существующих проводных цифровых датчиков нашего производства возможно использовать в системах мониторинга на LoRaWAN. Благодаря устройствам сбора и передачи данных OSPD Z7000 LoRaWAN. Второй уровень – базовые станции. Это отдельное устройство, которое может находиться на расстоянии до нескольких километров. Базовая станция прослушивает эфир в заданном диапазоне частот. При получении данных от конечных устройств станция декодирует их и отправляет на сервер LoRaWAN по Wi-Fi, Ethernet или сотовой связи. В данной системе используются базовые станции Vega Absolute второго поколения, как вы видите на экране. Третий уровень – сервер LoRaWAN. Это программное обеспечение, которое обрабатывает полученные от базовой станции пакеты, идентифицирует и расшифровывает их, а затем принимает решение отправить обратный ответ, например, для подтверждения полученных данных или для отправки удаленного запроса на выполнение какой-либо команды. Сервер может быть установлен как в непосредственной близости к базовым станциям, так и на любом отдалении от них, например, в дата-центре. При этом между базовыми станциями и серверами должна быть обеспечена проводная или беспроводная связь. Четвертый уровень – пользовательское приложение, которое занимается обработкой пользовательских данных, переданных устройствам и расшифрованных сервером. В пользовательском приложении осуществляется настройка основных параметров, установка порогов значений, реализация функционала и протокола передачи данных, таких как e-mail, рассылка, SMS, уведомления, сотовая связь. В нашем случае используется специализированное программное обеспечение Z-Lab Monitoring, предварительно установленное на армии оператора. В соответствии с национальными стандартами сферы безопасности, система мониторинга инженерных конструкций – необходимый элемент для исключения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. А результат использования систем с технологией IOT или LoRaWAN – это возможность эксплуатации системы в труднодоступных регионах, это снижение затрат, увеличение эффективности и повышение оперативности мониторинга. На этом все. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить обзоры новинок. До новых встреч!